Добрый день, дорогой! Сегодня мы обсудим, что было бы, если бы твоя девушка была тревожной. Ну, что? Соответственно, из плюсов. Она может быть достаточно исполнительной, достаточно подктуальной. Она даже будет бояться, если у вас длительное отношение, уйти от тебя. В недлительные, короткие взаимоотношения с табукой девушкой будет, ну, скорее всего, тяжеловато вступить, потому что все-таки ей нужно из-за ее тревоги привыкнуть к тебе, чтобы вступить, допустим, в половые, да, какие-то взаимоотношения. Ей нужно будет, соответственно, как-то проверить, убедиться в тебе, что ты, ну, в ее понимании мира, да, нормальный, что ты надежный в первую очередь. Соответственно, после этого она уже сможет с тобой как-то хотя бы начать общаться ближе, чем друг. То есть она может немножечко даже опасаться мужчин. Она не будет себя как-то ярко демонстрировать. То есть это девушка неброская. Но, тем не менее, соответственно, если вы все-таки каким-то образом состыковались, то в целом, в целом, как жена, она может быть достаточно неплохой, за исключением того, что она тебя замучает по поводу различных страхов. Это могут быть страхи и пожара, страхи и неуверенности в себе, и страхи в плане того, что с детьми что-то с вашими случится в будущем, да, или в настоящем, это могут быть различные страхи ее, что она или ты заболеете. Допустим, вот в такой момент она из дома вообще не выйдет, как сейчас идет карантин, да, у нас. Вот, то есть, соответственно, ничего такого вот стабильного или ничего в сторону какой-то тусовочности, да, каких-то рисков какого-то там, какого-то драйва она тебе не даст. Не будет и какого-то волшебства супер в постели. То есть, соответственно, о том, какая она в постели, можешь посмотреть мое видео, сейчас оно всплывет в подсказках. Но в целом, как человек, они достаточно надежные, как люди, и исполнительные. То есть, если у вас общий бизнес, она тебе будет помогать в бизнесе исполнять все твои команды. Она не будет ни в коем случае с тобой спорить. Она всегда, как правило, встанет все-таки на твою сторону, потому что ее тревога, она будет провоцировать ее на то, чтобы она ни в коем случае не потеряла вот этого защитника, кормильца. Но не надо на нее вешать какие-то обязанности. То есть, если ты привык, что у вас равноправие, 50 на 50 там зарабатывайте, вкладывайте в семью. Если ты хочешь какую-то девушку, которая самостоятельно будет принимать решение, если ты сам затрудняешься иногда принять решение, если ты, в общем-то, не привык даже немножечко командовать девушкой, направлять ее в нужную сторону, ну, тебе будет немножко сложновато с ней, потому что она как бы немного сама потеряна в мире, и ей нужен такой небольшой родитель. Поэтому, если ты сам ребенок, подумай, нужна ли тебе девушка с тревожным типом личности. С вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness. Спасибо, что подписались и написали комментарий.